А можно вопрос? Вот, если судясь по фильму про священную, например, да, который я недавно посмотрела, если у нас на нас любом случае же есть там злость, есть радость, да, есть там обиды, есть унижение и так далее, если мы в себе будем это, ну, не то чтобы внушить, а перерабатывать, но я ни на кого не злюсь, ну, как я буду рада? Ну, вот, то есть, вот если с этой стороны посмотреть. Ну, у вас есть видение, что качели должны быть, если есть гнев, значит, будет радость. То есть, если нет гнева, нет радости. А как вам нравится, например, есть сочувствие и радость, гнева нет. Нету радости, есть сочувствие, это низ, но без гнева. Да, я сочувствую людям. Я волку сочувствую за то, что он ест зайца, и зайцу сочувствую за то, что он бегать не умеет, козел. Все, обоим сочувствую, но я не злюсь, понимаешь, ну, три... Я хочу, я хочу сказать, что здесь идет какой момент. Люди уверены в качелях, но я могу сказать, что качели приводят к инфаркту. А вот когда смотришь, например, на папана какого-нибудь, приходит человек, наорал на него. Ну, вот, к примеру, Тихон Задонский, Липецк, да, это же величайшая история, да, как бы, или даже не легенда, а реальное событие, да, когда к схимнику, который сидел в келье, грубо говоря, в землянке, пришел помещик и начал с ним разговаривать, и он ему стал говорить, что ты же сам ответственен за это, ты все это создал сам. И тот разозлился, ударил его по лицу, и Тихон упал на колени, и поцеловал ему ноги, и сказал, прости меня, что я вел тебя в воскушение, барин, прости меня. И барин охренел просто, дал ему денег, там у нас стырь стоит нереальный. Вот мощь, он же не расстрелся, не начал орать на баринах. Просто он понял, все, он разговаривает так, что человек колбасит, значит, надо, что он, быстренько выравнивать. То есть, речь идет о том, что человек вообще создан для радости. Продолжение следует...